Микс Ньюс Отличное, личное, личное утро Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро Каждую пятницу на радио Болтком После девяти утра Личное утро И всем еще раз здравствуйте, доброе утро Это личное теперь уже утро Евгения Шафранок, Олег Пеков в студии И у нас Эвелена Продектор Доброе утро! Привет! Да, мы вот казалось бы должны были о музыке А мы о гугле тут говорили за эфиром О шпионаже И еще у Велены очень красивая бутылка для воды Мы выяснили, где она купила Она блестит, как у настоящей девочки Гламур Гламурная? Нет, кроме бутылки Почему? Какой хороший вопрос, я не знаю, как на кого ответить Да, почему? Где стразы, где пайетки, где шпильки с утра, губы? Только на сцену А на сцене ты гламурная? Ну, смотря где, смотря когда Я же джазовая певица, джаз же поют в прокуренных подвалах Какое-то, куда, какие там стразы? Ну так бусы, чтобы до колен Бусы, это бусы С бусами все порядки С бусами все остальное стрянко Джазом болеешь? Виновно Каюсь Каюсь, каюсь, да, болею И от него можно вот отойти? Или если ты уже вот влюбился в джаз, это любовь навсегда? Да Ну, очень такие глубокие вопросы затрагиваешь Прямо с утра, да? Прямо с утра, да Прямо с утра Потому что музыка развивается Джаз развивается Классическая музыка развивается Поп-музыка развивается И мы в такое время живем В модное такое Эклистичное Эклистичное, да Что теперь практически ни один коллектив Который не задается целью играть Скажем так, аутентично Он играет музыку В минимум пяти разных стилях Одна композиция может быть в пяти разных стилях с элементами вот этого, вот этого, вот этого, вот этого, и еще немножко того, и чуть-чуть вот этого еще сверху. Как поварское искусство, как будто бы, да? Да, да, да. Ну, как бы нет смысла, потому что, ну, опять же, если говорить вот так вот прямо серьезно-серьезно, если мы берем за пример как бы джаз-джаз, да, то тут как бы надо разобраться, что мы понимаем под джазом, да? Если мы понимаем Эллу Фиджеральд или там Биг Бенд, или цин-цин-цин-цин-цин-цин-цин-цин, эта музыка устарела. Она классная, и есть люди, которым она нравится, и мне она тоже очень нравится, и мне ее очень нравится петь, но это стиль, который уже как бы сформировался, он уже готов, он уже сварился, супчик в холодильничек поставили, да? Это о еде сегодня прямо с утра, да? Мы тебя к музыке не обладали. Хорошая, хорошая ассоциация, мне кажется. И все сразу все поняли. Ну, как бы, да, все понятно. А потом, ну, как бы, все же развиваются, всем хочется что-то новое придумать, музыкантам тоже хочется что-то новое придумать, не только, там, не знаю, ученым, кому-то там еще, не знаю. Ну, пусть будет просто ученым. Ну, просто ученым, да, великим британским. Их все любят, они самые умные, да. И все в итоге что-то новое пытаются придумать, сыграть как-то интереснее, спеть как-то интереснее, написать как-то интереснее, сочинить новые стихи, которые будут не похожи ни на Бродского, ни на Пушкина. Ну, как бы, и вот и получается, что мы используем то, что у нас есть, дома из холодильничка достали вот это, 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 скинули все вместе в одну кастрюльку и посмотрели, что получилось. А кризис жанра? Что такое кризис жанра? А вот не знаю, человек. Вот прошло, да, надо даже не знать, что это такое, зачем ее спрашивать. Ну, да, утром просыпаешься, думаешь, боже, я уже все намешала, что еще можно смешать? Не знаю, ни в голосе, ни в форме. Пустой холодильник, да. Пустой холодильник, открываешь, холодильник. Ну, тогда ты идешь как бы back to basics, как говорится. Я, например, со вчерашнего утра слушаю альбом Ella Fitzgerald и Joe Pass, где только гитара и вокал, где те старые, старомодные, наивные песни. И очень классно Плачешь? Ну там не такие грустные песни Не настолько они грустные, а вообще плачешь под музыку? Бывает, да А что может растрогать до слез? Хорошая музыка Я знаю, что может растрогать до слез Вообще, Эвелена, на последнем твоем концерте, когда ты выступала в концертном зале в Эф Да Вот, я, наверное, впервые сидела и просто плакала Это был единственный раз, когда я плакала под жаз Я с джазом очень аккуратно А тут я просто сидела и как на детском утреннике Вот это вот Да, это было в тот момент, когда было соло у дочки нашего пианиста годовалой, да? Нет, нет, это вот как раз ты пела Это было совершенно восхитительно Настолько это затронуло какие-то такие глубинные вообще Ай, классно Это было классно Я же тогда вышла и еще сказала тебе спасибо вам большое Да, класс Соус-свит Она была вся в этом Меня больше всего поражает в творчестве Эвелены то, что она поет классический джаз, новый джаз, модный джаз, свои песни И вот этой грани, границы невозможно найти, где песня Эллы Фитджера, где песня Эвелены Протектор А зачем ее искать? Это же музыка Музыка – это такая вещь, которая она Ну, зачем в ней копаться? И надо наслаждаться Ну, ты знаешь, это как сложить пазл просто Вот ты узнаешь какой-то мотив, и тебе хочется докопаться Как же ты его узнала? Откуда ты его узнала? То есть, это вообще, наверное, просто в человеческой природе Ну, наверно То есть, пока ты поешь Все остальное, публика думает Ну, откуда же это? Ну, как кто-то сказал из больших, хороших продюсеров Что настоящий хит – это когда ты слушаешь песню Думаешь, что она тебе что-то напоминает, но никак не можешь придумать, что А ты можешь легко вычислять, что, например, вот эта композиция станет хитом? Нет, вообще понятия не имею Это не работает так, что ты можешь прослушать ее со стороны и понять, что Может быть, если я чью-то другую музыку слушаю, то тогда Да, ну, потому что мы же все реагируем на какие-то вещи Музыка – это тоже, на самом деле, достаточно, ну, уже изученная вещь И, в принципе, все формулы хитов Ну, если мы говорим про поп-музыку Формула хитов была изобретена лет 20 назад, если не больше Ну, как бы не так, чтобы эксперт, прямо вот так вот, да Но давно уже все вот эти модные американские продюсеры Они уже давно придумали, как сделать так, чтобы песня стала хитом А что должно быть, чтобы песня стала хитом? Ну, так если совсем упростить, то там, во-первых, должен быть несложный текст Ну, если мы говорим про песню, да Там должен быть цепляющий мотивчик Несложный Но это, кстати, такой вообще нехристоматийный пример Потому что... Исключение из правил подтверждающих правил Да, ну, как бы, богемская рапсодия тоже исключение из правил, да Потому что сколько там длится минут? Одиннадцать? Нет, восемь А, восемь, да, восемь минут Ее вообще не хотели брать на радио Да, конечно Да, там такая интересная история была Ну, все смотрели фильм Мы же все смотрели фильм Все знают, да Да, а если мы говорим про, ну, вот, поп-музыку То это должна быть несложная мелодия Это должен быть цепляющий мотивчик Это должен быть несложный текст И это должен быть тот текст, который тебе, как бы, в мозг зацепится Зацепится, он коротенький там Я, я, я люблю тебя, тебя, тебя Несложно запомнить У этого, господи, у Марка Твенн же был прекрасный про рекламу Когда он ходил там Желтый стоит десять центов Синий стоит восемь центов И вот он ходит, и вот этот герой рассказывает Я ненавижу эту песню Я не могу от нее избавиться Там десять Она стоит Ну, такой привязчивый мотивчик Ну, да Ну, он, если вспомнить там, хотя бы эту Ирианну с этой ее песней Я ничего больше из этой песни не знаю Но я знаю, что эта песня есть И она ужасно, безумно популярная Потому что она Но там, ну, нечего запоминать А вот есть еще одна проблема Я читал, что кто-то из очень-очень известных музыкантов Говорит, сейчас невозможно написать песню Потому что тебя сразу засуют Ну, то есть, все мелодии уже придуманы То есть, вот в каждой песне, которая сейчас создается Обязательно используется какой-то ход Ну, там, ты-дин-дин А вот этот ты-дин-дин ты взял из моей песни Мне кажется, эта проблема существовала еще сто лет назад Ну, нот всего двенадцать Ну, ты никуда от этого не денешься Ну, сколько может быть комбинации этих нот? Вопрос, как ты их преподаешь? Как двенадцать? Ну, как? Как двенадцать? Семь А полосона? А? Вот так Да, вот так отличается профессионал от дилетанта Понятно Ну, ты с какой стороны начинаешь? Да, ну, ты же еще преподаешь Вот любого можно научить петь? Да Даже Прям любого? Прям любого Ну, вопрос, сколько времени, сил и денег ты готов на это потратить А что мешает людям начать петь? Ну, скажем, быстрее, чем они могли бы начать Совесть Совесть Я думаю, совесть Я так боюсь, что стекла трескаются на самом деле Страх Страх Чего они боятся? Услышать себя со стороны и ошибиться Люди боятся ошибиться? Абсолютно То есть, ты такой психотерапевт Ты сначала учишь их не бояться ошибиться Потом не начинаешь петь? Ну, да А в ноты попадать? Ну, у всех есть музыкальный слух Вопрос, насколько он развит Все люди рождаются с одинаковым набором мышц И, ну, ладно, бывает исключение, да Но, в принципе, все рождаются с одинаковым количеством костей Одинаковым количеством мышц и так далее Все вещи, которые участвуют в производстве звука Это мышцы, которые нужно развивать У некоторых, таким некрасивым сейчас русским языком скажу Слушательная мышца развита очень плохо Ну, то есть, понятие «медведь наступил на ухо» или «слон наступил на ухо»? Медведь Медведь наступил на ухо Ну, как бы не совсем корректно, если говорить серьезно Потому что это, ну, на самом деле неправда Просто у некоторых людей музыкальный слух развит очень плохо Но его можно развить Да, его абсолютно можно развить Ну, просто, опять же, вопрос, сколько сил, времени и денег Ты готов на это потратить А самостоятельно? Абсолютно надо каждый день заниматься всегда самостоятельно Есть тоже, ну, упражнения, которые для этого помогают В наш дигитальный век зайти в любой интернет-магазин через свой смартфон И скачать упражнения на развитие слуха Типа, пожалуйста, сам можешь делать Ну, просто обычная Слуха или голоса? И слуха или и голоса Ну, это как бы две вещи, которые развиваются параллельно О, надо попробовать То есть я буду ходить То есть можно сказать, в каждом из нас умер гениальный певец Да Какая-то осторожненькая Осторожненькая Ну, тут как бы много факторов Публика Какая она у нас? Ее легко расшевелить? Ватвийская? Да, ватвийская Надо вот как бы корректно сказать, чтобы никого не обидеть Я была на последнем концерте Бреговича Это была совершенно фантастика, потому что половина зала начинает с первого ряда Знаешь, где вот вип-випов сидят, потом випы и потом за випы сразу, да? За випы За випы, да И вот до конца за випов, да, все сидят, слушают этого Бреговича Который на сцене просто его колбасит Его там рвет на эмоции А все сидят такие приличные, да? А все сидят, и теперь мы заплатили за концерт 100 евро Ну давай, весели нас на все 100 евро И человек там просто, он такой харизматичный сам У него такая музыка В итоге, мне кажется, плясал просто наш небольшой пятачок Активных любителей И немножечко, и еще немножко в стороне Нет, и только в конце, через полтора часа почти концерта Народ действительно разошелся Все там стали вставать, танцевать А до этого они сидели как на панихиде Мне кажется, это такая наша Ну да, может быть, национальная такая черта Это вопрос, ну, скорее воспитания такого культурного Потому что, ну, мы выросли все в такой среде В которой было принято, что в публичном месте нужно вести себя прилично Танцевать в концертном зале, где стоят стулья, где нужно сидеть Это неприлично Это сложно для нашего человека Как бы, вот, отбросить вот это воспитание такое Ты же не в лесу Ты же не в лесу, да На Оскаре, когда Бенини, вот, итальянский темперамент Он объявляет, что он получил Оскар Он вскочил ногами на стол Стал прыгать Я видел, как Спилберг рядом с ним сидит Ошараж Дикий, бешеный итальянец Да, но у нас есть такая проблема, да У меня есть друг, коллега как раз из джазового коллектива Он из Чили Мигель Андрес Хернандес Джиральди его зовут Боже мой, скажи это еще Мигель Андрес Хернандес Джиральди Вот и поговорили по-испански Вот и поговорили по-испански, да Больше ничего по-испански не знаю Он рассказывал, он когда приехал в Латвию У него уже была какая-то музыкальная карьера Правда, совсем другого характера Он был, он читал рэп испанский В так называемых андерграундных коллективах У них андерграунд, это было где? Это было, чтобы не соврать, по-моему, это было в Бразилии Да, он из Чили переехал, кажется, в Бразилии Ну, я не очень помню его жильную историю Ну, где-то там, где тепло, да В Бразилии, мне кажется, это было, да Ну, и много-много диких обезьян Много диких обезьян, да И вот он как раз рассказывал о том, что у них Вообще восприятие вот этой музыкальной всей культуры Оно немножко иное Если тебе нравится какой-то исполнитель Ты ходишь на его концерты всегда Каждый раз, когда он там куда-то приезжает Или в какой-нибудь новый клуб идет За ним, значит, убивается своя база поклонников И это как бы не значит вот эта вот фан-зона Где кричащие пятнадцатилетние девочки Там, ааа, Микель Это значит просто люди Разные люди, которые идут слушать его музыку Потому что она им нравится Они поют с ним вместе И да-да-да-да-да Ла-ди-ла-ди-да, как говорится У нас, он когда приехал, ему было безумно сложно Потому что, ну как, он горячий латинский мужчина А фидбэка нет А фидбэка нет, да Чтобы заставить просто людей хлопать вместе с тобой Нужно там, я не знаю, сальто на сцене сделать Человек не придет к тебе на концерт второй раз Если ты не объявишь, что ты сделаешь что-то новое Потому что зачем мне идти еще раз, если я это уже слушал А это только для нас характерно? Ну, в основном для нашего региона, да Ну, вообще, наверное, страны постсоветского пространства Да А вообще в мире люди ходят на повторные концерты Регулярно, да Ну, если они могут себе это позволить, конечно, да Билеты на концерт Ездить Кстати, вот мы же совсем забыли Так, господи, все поклонники могут Я не знаю, наверное, не уместятся на кораблике Но 12-го числа, 12-го июля В пятницу на корабле Рига Сперле Отправляется в круиз И там будет как раз таки Поплыли вместе А чем отличается вот эта вот сцена Ну, место исполнения То есть, вот, скажем, там зал концертный Крытый-открытый И вдруг, вот, вроде бы, это Совершенно другое место для исполнения Более интимно Мне, на самом деле, вот такие маленькие площадки Нравятся намного больше Потому что, когда ты на большой сцене У тебя между тобой и зрителем Есть много пространства И, ну, получается Ну, получается, что ты как бы Ну, как музыкант Он как существует Он существует не просто ради того Чтобы стоять на сцене Вот в этих вот лампочках красивых И там плескаться в собственном Саку Саку, да Величии Там кататься Как я хорошо играю Как я хорошо пою Мы это делаем для того Чтобы общаться с публикой Для того, чтобы получать реакцию От публики Ну, часть В больших концертных залах Это сложно сделать Ты как бы по овациям слышишь Что людям нравится Или не нравится А как бы ты не видишь Ты не можешь им в глаза посмотреть Ты не видишь Когда они начинают головой вместе С тобой в ритм шатать Когда ножка начинает притопывать Когда пальчики начинают прищелкивать Когда они смотрят тебе в глаза Это вообще по Чуковскому уже пошло Эвелена, я ужасно хочу задать вопрос Не оскорбляет ли исполнителя Когда он выступает перед аудиторией Которая, не знаю, пьет вино Ест какие-то закуски То есть как-то функционирует Потому что, например, на том же кораблике Люди, они ведь и отдыхают тоже То есть я, например, всегда Когда даже в ресторане Особенно, например, в южных странах То есть ты, не знаю, ешь Выходит артист и начинает исполнять что-то Я не могу есть Я слушаю Это тоже наше воспитание, да То есть а надо есть, да? А, можно есть Не то, что не нужно есть Просто не чапкать игру Просто не чапкать Она откусила шашлык И так оштался Мы же способны мультифункционировать, да? Мы можем жевать и слушать одновременно Обидно, когда разговаривают Обидно, когда разговаривают Не когда едят Ну, кушать, ну, окей Хочешь есть, ешь Без проблем Я тоже иногда ем Когда пою Ну, нет, ну, как бы, ладно Вот так, мы же мультифункциональны Ну, да Ну, просто, как бы, если ты идешь в место, где есть живая музыка Значит, там есть человек, который тебе сейчас душу изливает Ну, как бы, можно Хочешь поговорить с кем-то Ну, поговори, ну, поговори тихо просто А бываешь, что на концерте уснули? Вот нет, такого у меня не было Там такой фанк, там такой ритм А знаешь, как вот я за раз была в Португалии Там фаду исполняли И я вот прям задремала Потому что мы целый день нагулялись Было жарко Потом мы съели стейк А потом она стала петь про несчастную любовь И вот тут что-то И вот тут я что-то сдалась, честно говоря Хорошо было темно Я никого не оскорбила И вообще мы там были один раз и уехали Потому что у меня там не осталось никаких впечатлений И где-то были во все черные А ты видишь, когда люди начинают скучать Если вдруг, я не знаю, как на твоих концертах Можно начать скучать Но людям может не нравиться, например, этот стиль Или конкретно Да, конечно, конечно На вкус и цвет фломастеры разные Как у них глаза начинают, да, расфокусироваться? Они начинают разговаривать А что ты делаешь тогда? Они могли бы потише? Ну нет Выдите, зайдите нормально Вот так вот я один раз только сорвалась И что ты сказала? Ну, я включила воспитательницу, да Ну, там, правда, было так Ну, совсем вот некрасиво Там мы пели вдвоем с пианистом балладу Про любовь тихую Если ты поешь и играешь тихо То тебя как бы никто не слышит Если рядом реально за соседним столиком Хохот, реально такой гогот Ну, как бы зачем тогда ты идешь в место, где живая музыка Если ты, ну... Не умеешь себя вести Ну, если тебе просто все равно Ну, пересядь в другой зал Если ты пришел не слушать музыку Пересядь в другой зал Есть другой зал, где есть столики свободные И где есть... Где нет музыкантов Но так получается, что есть из серии Ну, там, небольшой зайчик Есть, ну, допустим, 50 человек, да 45 пытаются послушать 5 сидят и ржут, как кони И неприятно всем Но я попросила выйти их А прям... А как ты сказал? Выйдите, пожалуйста Ну, по-английски они на станции были И верните с родителями, да? Дорогие ребята, если вам не нравится Вы можете перейти в другой зал И не кричать во время баллады А они ушли? Нет, они остались И слушали очень внимательно до конца Им было стыдно Они стали просто сразу таким пурпурными Пошли, да? Ну, как бы, нет Они были уже настолько хорошо Немножко под шофер Они, не знаю, мне кажется, поняли, что Кроме них что-то там еще происходит И остались послушать до конца Мы не одни Мобильные телефоны, кстати Артисты вот театра ужасно всегда Ну, злятся, когда... Когда звонит телефон Когда звонит телефон Тоже бесит, да, сбивает Потому что он на конкретном тоне Ну, например, допустим Тот же Гришковец Когда выходит, читает свои монологи Он реально останавливается Когда телефон звонит Делает замечания Это меру стыдно Это воспитательное меру Ужасно Всем ужасно стыдно Я была на нем несколько раз И каждый раз Кого-нибудь Он действительно стыдит В зале Серьезно? Я как-то не попала Нет, действительно Звонил телефон Он остановился Сказал, я подожду Пока вы поговорите О, боже мой А это вот знаешь В тот момент Когда кто-то убрал телефон Решив, что он уже его отключил Да, телефон звонит Актер стоит на сцене Ждет Он где-то в сумке Женщина его достает Это все горит Еще вот Ну, то есть там такая паника И на тебя еще, знаешь Весь зал С осуждением С осуждением Ну, как ты могла Да, вот это вот все Вот как ты реагируешь На такие случаи Вот он звонит Или он, знаешь, как Экранчиком подсвечивается лицо И ты видишь, что, например Там 20% публики Сидит в телефоне В это время Ну, они могут сидеть в телефоне По разным причинам Они могут писать в Фейсбуке Как им нравится концерт Ну, вдруг Да, вдруг Думаешь, что они пишут о том Какой хороший концерт Ну, как бы Я тоже часто на концертах Сижу в телефоне Даже на своих? Ну, нет, смотри, как бы Это было бы сложно Выполнил Баладо любви И так в телефоне между делом Сейчас закончу петь Баладо любви Ну, как бы Я стараюсь это делать так Чтобы, во-первых, свет Никому не мешал У меня никогда не включен звук И ничего такого Но Мне не обязательно Видеть картинку Мне достаточно слушать Мы, наверное, сейчас Вот как раз Послушаем Да, послушаем новости Да, новости После чего вернемся в студию Новости, важно Микс Ньюз А у нас продолжается личное утро И в студии замечательно Прекрасно любима Наша певица Эвелена Протектор И Эвелена же Ты сотрудничаешь С огромным количеством музыкантов То есть Ну, я имею в виду Не только музыкантов Которые играют Ну, вместе с тобой Но и музыканты Там, с которыми поешь Ну, то есть Насколько этот тоже Вот мир Узкий, тесный Все ли друг друга знают И Насколько вот это Бывает Ну, если петь дуэтом Насколько это сложно Каждый хочет спеть А я громче пою А, ты имеешь в виду Дуэтом Если с другим певцом Ну, да, да Другим певцом Ну, вот я давно Не сталкивалась С таким певцом Который бы хотел Перекричать второго певца Как-то командная работа Все-таки она Командная работа Ну, как бы Каждый осознает В чем он хорош И предлагает В песню То, чем он хорош И, как бы Ну, это такое Достаточно рациональная вещь И, как бы Выпендриваться Зачем Если мы все Как бы стараемся До того, чтобы Сделать хорошую песню А вот Знаешь, такая Профессиональная зависть Она есть То есть Ты видишь, что Может быть Кто-то исполняет Такую позицию Лучше, круче, глубже И ты думаешь Чем я Чем я Чем я Чем я Чем я Вообще Возможно Просто Бывает, конечно Ну, как бы Ну, не скачет Ну, это не Я не могу за других Говорить, но Мне кажется Что Зависть Она возникает В тот момент Когда Музыкант Не уверен в себе Ну, мне это кажется Потому что Ну, ты должен понимать Что ты можешь сделать На что ты способен Ты должен понимать Чего ты не можешь сделать А чего не может сделать Эвелена Протектор? Я не знаю Сальто на сцене Сальто? Нет, не могу вообще С балансом очень плохо Танцевать и петь Одновременно Очень сложно И на пятна И на солнце Бывают пятна Оперу? Не, я не могу Вот Нашли Не могу Я думаю Чего не может Эвелена Протектор? Она не может делать Я много чего не могу Оперу я точно не могу Вообще никак Никогда не учила это И, кстати, желания учить Это тоже не было А есть сфера Именно музыкальная сфера Которая ты относишься Ну, так Не с презрением Но так С высока немножко смотришь Например Российский рэп Допустим Ну, там бывают иногда Достаточно интересные Баста Баста хорош? Баста Нет мнения у меня Про Басту Я слышала Несколько треков Баста Каста Я мало знаю Не путай Нет, я их как отдельных двух персонажей Вот Оксимирон мне нравится Но он мне больше нравится Маленький комочек ненависти Он мне нравится больше в баттлах Несколько вот его Стас Михайлов Она еще не в том возрасте Меня некий Стас Михайлов Предложил на фейсбуке В друзья И попросил Попросил написать Аркадию Укупнику Чтобы тот добавил его В друзья Я узнала Что это не настоящий Стас Михайлов Но укупник-то не реально Но это было смешно Да Это единственное Общение с Стасом Михайловым Которое у меня было Эвелена слишком молода Для Стаса Михайлова Спасибо Нет, но когда снимаются Когда снимаются актеры В одном фильме Там же часто бывает Что вот Ну, не то чтобы актерская ревность Но вот Ну, что вот Я тебя переиграю Или Ну, вот Я именно к этому Не перекричать Не перепеть Ну, не знаю Ну, нет, скорее Ну, не знаю Ну, сложный вопрос А как, например, происходит Вообще В твоем случае Например, движение вперед И развитие какое-то То есть Понятно, что Когда ты думаешь о том Что ты уже все можешь И все знаешь Начинается По сути уже стагнация Ну, я же не думаю о том Что я все могу осознать То есть Поэтому ты как бы Все время двигаешься вперед Вот как в твоем случае Это происходит Я не знаю Возь какие-то специальные курсы Или ты смотришь Какие-то там Ютуб-тренинги Или ты сама Что-то выдумываешь Или набираешь Другой коллектив Я тебе все подсказываю Ты не подсказываешь Что ты что-то не растерялась Спасибо Спасибо за подсказывание Но я пытаюсь Сама экспериментировать Что-то Искать какие-то новые вещи И я вот сейчас Какое-то время Уже подряд Экспериментирую Со всякими Эффектными педальками Я их редко Достаточно использую На концертах А вот и телефон А вот и телефон А вот и телефон Который позвонил Позвонил Пожужжал Хватит звонить Не звони мне Педальки Всякие эффекты Вокальные процессоры Они Ну как бы Ставят тебя в рамки И ты Ну как бы У меня Больше Опыта все-таки Было с живыми музыкантами Которые реагируют На тебя А педалька Никак на тебя не среагирует Если ты кнопочку не нажмешь И это заставляет немножко Переосмыслить Как Как ты существуешь Как музыкант Что ты делаешь И как ты Взаимодействуешь С этой педалькой Ну такие вещи Но у меня Вот тоже Я как бы Осознаю Что я все песни Земли не знаю Поэтому мне хочется Как-то Расширять свой Репертуар И я себе задумала Такой Я называла это Гершин челлендж Я взяла Антологию Гершина Выбрала оттуда 15 песен И решила Что я их до Конца июля Выучу Как у тебя вообще Спамять У меня Ну ты хорошо Запоминаешь текст Нет просто интересно Да Например вот Барбара Стрейзент Однажды она пережила Страшный вот стресс Она забыла Текст песни Во время концерт После чего Она там долгое время Не выступала Для нее это был Ну очень такой Я хорошо запоминаю Тексты песен На английском Потому что у меня Ну как бы Большой опыт Работы с текстами песен На английском Потому что ты их сам придумала Потому что пока ты их придумывал Ты эту фразу повторил 50 тысяч раз Пока ты там нашел Способ как ее правильно спеть Или там как правильно Рифму подобрать Или как что-то Это ты свои песни поешь Просто больше раз Как минимум Пока ты их сочиняешь Поэтому этот текст остается Лучше в памяти У тебя коллектив Такой довольно интернациональный Очень часто выступает У меня их много У тебя их много Коллективов уже много Люди очень разные Есть те С которыми сложнее работать Просто потому что Разные культурные Вообще И культура разная И менталитет разный Нет Нет Примерно одинаково Со всеми Есть чисто по личным Каким-то причинам С кем-то сложнее Работать с кем-то Проще работать Личный не считается Ну личное как бы да Как профессионал Ты должен личное Оставить в стороне И работать продуктивно Ну конечно А как иначе У нас не такая большая сторона Когда ты можешь себе позволить С этим я больше не играю С этим я больше не играю Нет Все дружат между собой Потому что все понимают Что нас на самом деле Не так много А ты вообще конфликтный человек? Нет Легко А как ты вот Допустим разруливаешь? Очень сложно в конфликт вступить Очень сложно Я этот Как это называется? Медиатор Медиатор Как это называется? Разруливатель конфликтов Я очень не люблю конфликты Эвелена Разруливатель конфликтов Почему-то джаз Сразу я вспоминаю Этот фильм Про этого Господи Джазового барабанщика Которого там Учитель все время Да Вы Не нравится мне этот персонаж Очень вообще И по личным причинам И по педагогическим причинам Вообще не нравится Со своими учениками Без этих вот Рукоприктов Ну конечно Ну как А ты вообще строгий учитель? Строгий педагог? Да Вот людям комфортно? Они вот приходят уже такие взрослые Состоявшиеся люди А ты им Ну конечно Я им четенько объясняю Что если ты хочешь Если ты хочешь научиться петь Тебе нужно делать это, это и это И это Не сделано Это твоя проблема А вот когда они выполняют что-то Как ты реагируешь? Ну все Никто не выполняет домашки Никто домашки не делает Никогда Ну полностью Ну это правда Ну особенно если это Какая-то вещь Которую ты Ну как бы На тему которой У тебя нету осознания Что если ты Ну не делаешь домашку То у тебя что-то потом не получится Всем кажется Ну как бы Есть такая вещь Что есть набор Определенных Действий Которые кажется Что они настолько простые Что ты их можешь сделать Даже без Какой-то там Подготовки Из серии Ну спеть песенку Это же легко Да Ну нифига Извините Все нормально У нас не такие слова здесь Учали Это эфирное Слушала много Да Но Есть же вот Такое знаешь Как бы Наверное мнение Может быть действительно правда Когда человек начинает учиться пению В какой-то момент Происходит прорыв Да И он У меня получилось Если Если Выполняет домашнюю работу Если Ученик Прикладывает к этому усилия Но это тоже Но это же то же самое Что спорт Мне очень нравится Проводить Во время занятий Аналогии со спортом Вот ты захотел Пробежать марафон Там сколько километров Обычно 21 У нас разные У нас разные Марафоны Ты положишь 21 Как бы Не важно Ты хочешь пробежать марафон Но ты не пойдешь сразу его бежать Ты не побежишь и километры Если ты вот просто так С бухты барахты Пойдешь в этот марафон бежать Тебе нужно разработать мышцы Тебе нужно постепенно Эту Свою Как это Мышцы свои Натренировать Тело свое подготовить К такой Сильной нагрузке Ты просто Не способен Сделать Пробежать Так Без подготовки Да Без подготовки С пением То же самое Ты не можешь Сразу же спеть Но тебе нужно Свои мышцы Научить Эти действия Делать У тебя плачут Ученики От радости От радости Так у меня получилось Я взял Эту Что До Взял Нет Вот так Нет Так Нет Но у меня Ученица В академии Например Сдала Свой диплом На экзамен На 9 И После Трогательно Расплакалась А зачем люди Вообще идут Учиться петь То есть Кажется Что У нас Маленькая страна Маленький Ну вот Поющая нация Олег Да Олег Начнем с этого Ну то есть Есть ли какие-то Ну вот Не знаю Какие-то желания Пойти удивить всех В караоке Ну для чего люди Ну подожди Пойти удивить всех В караоке Это ты не идешь В музыкальную школу учиться Ты идешь К педагогу Ну так Частным образом Позаниматься Да Ну если ты идешь В высшее учебное заведение Учиться петь То это значит Что ты Хочешь делать карьеру Из этого Профессиональную Профессиональную карьеру Ну Быть профессиональным Музыкантом Без Определенного Набора Навыков Сложно Потому что Есть Есть Исключения Да Есть конечно же Исключения Которые Которым там Я не знаю У которых сразу же Все удается Битлз Слушай Вот Битлз Битлз и Нирвана Это две такие группы Которые как бы Их нельзя воспринимать Вне контекста Битлз на самом деле Если послушать У них как бы Гитары не строят Поют они как бы Не очень Но они для своего времени Сделали классный продукт Который попал в точку И песни клевые Они сочинили Но как бы Не в техническом аспекте Их вокала Не в музыкальном Как бы По музыкальным характеристикам Там ничего Сверхъестественного не было Да Называть Битлз Гениальными музыкантами Вне контекста Может меня сейчас Половина Латвии возненавидит Да Но как бы Если Не-не-не Только Британия Чего Мне нравится Битлз Да Я не говорю Что они плохие Да И плохая группа Плохие музыканты Но если смотреть С точки зрения Профессионального музыканта Ну может быть Маккартни Ну который выучил Там Музыку Потом Потом Кстати Он потом уже учился Может быть Я честно говоря Не очень знаю Да Но в тот момент Когда Битлз Стали популярны И ни Маккартни Ни Леннон Они знали Вообще никакого образования Они знали три аккорда на гитаре Они нот не знали С трудом знали Как они называются Эти аккорды А в чем тогда Особенность Нирваны Гранж Протест Ну Нирвана Это был протест Они Играли то Что никто Не хотел слушать Ну Ты не слушался Это прекрасный Про секрет Про секрет Про секрет У меня Пост Они играли Громкую Такую Громкую Надрывную музыку С очень Социально Трогательными Текстами На то время И весь этот героиновый Шик И бла-бла-бла Все дела Ну как бы Это такая музыка Которую надо смотреть В контексте Но я вот К чему веду Ведь Получается что У Битлз Не было Голосов Они ничего не знали А с другой стороны Сейчас Голос Там Всевозможные конкурсы Прекрасные есть Вокалисты Но Они все поют Какие-то чужие песни Они все Ну часто бывают Похожи друг на друга Вроде бы Бокал Прекрасный Проблема продюсера У них у всех Есть продюсеры Которые вот Так вот Да Очень Далеко Не каждый певец Пишет сам себе Свои песни Есть певцы Есть Есть исполнители Есть Композиторы Исполнители Ну Это как бы Ну нормально То что Не обязательно Всем сочинять Свои песни Это как бы Но есть Джо Досен Условно говоря Который вообще Ни одной песни Не сочинил Да Есть Фрэнк Синатра Который ни одной Песни не сочинил Да Но тем не менее Strangers and the night И What a wonderful world Нет Не wonderful world My world My way My way Да Тем не менее Вот эти две песни И еще куча разных песен Они как бы Вот это Фрэнк Синатра Да Хотя сочинили Это бренд уже Ну да Конечно есть такие Элла Фиджер Сочнила одну песню В своей жизни Тем не менее Весь мир знает Кто такая Элла Фиджер Даже я Даже я знаю Кто такая Элла Фиджер Ну да Ну я например Музыки довольно далека Но какие-то вещи Я Ну даже Ну даже я знаю И тебя я знаю Смотри А сложно сочинять Вот песни Вот по своему опыту Насколько Смотря Смотря Как ты это делаешь И смотря С какой целью Ты это делаешь Ну то есть Вот что Что рождается С самого начала Какой-то вот Хук или По-разному 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 Вообще А нет такого Ощущения Что там песня Ну как вот говорил Пастернак Там про свои стихи Что вот например Эти стихи были даны мне свыше Вот я просто сел Бывает такое Записал все Вот как Бывает такое Есть такое Даже запишут Все-таки я талантливая Да бывает Бывает да Так погладить себя По голове Конечно Ну надо себя хвалить У тебя утро с этого Да значит Я самая боятельная У меня утро начинается С кофе А ну это ясно Кофеман С кофе И с больших стараний Не врезаться в какую-нибудь Стену Стол А ты сова Катастрофическая То есть для тебя Сегодня прийти к нам в девять Это почти не ложится Это да Ну это героизм Я легла уже светала У нас на самом деле Осталось не так много времени А я хочу сказать Что у нас есть песня Да Относительно новая Она лежит Вот я сейчас скажу В папочке студию В сегодняшнем числе Для нашего звукорежиссера Просто будет информация Вавовский формат Вот да Он кинул головой Да Все Тогда И может быть Пару слов об этой композиции Что это Про любовь Про любовь Та самая баллада Не баллады Не баллада Утром Ну а чем утром баллады слушать Утром надо что-нибудь Что-нибудь такое Заводное Энергичное В стилях Как раз того региона Откуда приехал Сейчас тебе понравится Мигель Андрес Хернандес Джеранди Утро наше Просто случилось Ну ладно Не совсем из того региона Ну как бы Не важно В общем Летняя веселая песенка Про любовь О том Как Девочке понравился Мальчик И она Значит Это я так упрощаю Да Саммари Такое Короткое содержание Девочке понравился Мальчик На советском телевидении Там Бедный рыбак Ушел в море Его ждет Ее любимая девушка Там Ну сразу же О чем то есть Такая юная дева Испытывает Душевные Значит Терзания Душевное стремление К юному юноше Которого нужно убедить в том Что юная дева Это то самое то Чего ему в жизни не хватало Замечательно Прекрасно 12 июля в 19 часов Обязательно приходите На Рига Сперло Лаунж ФМ Дорожная радиостанция Вот и Рига Сперло Проводят встречу С Веленой Продектор Целый вечер Особый гость И Говорим наверное Велене И музыка Спасибо Спасибо Евелина Большое Спасибо